Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем, начитываем Евангелие от Марка с толкованием блаженного фифилакта и с комментариями. Это номер четвертый, то есть четвертый ролик. Марка 6, 17, 20. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорит Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Сколько ошибок делаешь, прям ни на чем, простые слова. Я все думаю, почему? Вот если на студии зачитывают, каждая ошибка ему уже снимают с зарплаты. Как-то неответственно считают. И простые слова где-то не... вот считает Никита точно так же. Я с этим не согласен. Толкование. Воспользовавшись случаем, Марк помещает здесь вводную речь о смерти крестителя. Одни говорят, что Ирод взял Иродиаду еще при жизни Филиппа. И зато обличаем был, как беззаконник, вступивший в брак с женой живого брата своего. Напротив, другие утверждают, что Филипп уже умер, но оставил по себе дочь. А когда у Филиппа осталась дочь, то Ироду не следовало жениться на братной жене. И после смерти брата... И после смерти брата нельзя жениться. Ты на знаки из припинания не смотрите никакого даже. Ибо закон повелевал брату взять жену брата своего в том случае, когда бы сей последний умер бездетным. Но в настоящее время... В настоящее время оставалась дочь. Следовательно, брак Ирода был беззаконный. Смотри, как сильна страсть плотской любви. Вот Ирод, имевший столько уважения и страха к Иоанну, пренебрег этим, чтобы только удовлетворить своей страсти. Ну и дальше. Марк 6, глава 21 по 29 стих. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченечальникам и старейшинам Галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клявся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та ответила, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Я не знаю, кто видел или нет, фильм такой поставлен, как она танцует. Я не подготовил ее. Вот на следующем ролике я покажу даже, может. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Толкование. Пир идет весело. Сатана пляшет в девице и дается клятва беззаконная и безбожная, а более всего безумная. Безрассудный же или востратный ирод побоялся нарушить клятву и потому убивает праведника. Тогда, как должен был в всем случае изменить клятву и не совершать столь ужасного преступления. Исполнять клятву не везде хорошо. Они думают, что знают Писание, тогда, как на самом деле не знают, ибо они обезглавили Иоанна, то есть пророческое слово, потому что не приняли главу пророчества, разумея Христа. Посему, если они имеют пророческое слово, то не имеют его без главы. Имеют его без главы. То имеют его без главы, то есть без Христа. Комментарий Игнатия Лапкина. Знать Писание нужно и умом, и сердцем, и послушанием, и исполнением. Во всем доверяюсь Богу. Писание обладает особым свойством очищать, отрезать ненужное, разбивать упорное. Иеремия 23, 29. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Знать Писание нужно так, чтобы ни одно место Библии не противоречило другому, ибо автор всей Библии – Бог. И вот здесь нет ничего выше православного толкования. Знание толкования удержало бы миллион людей от уклонения в сектанство. И то, что люди не знают таинственного смысла священного Писания, виноваты только священники, не проповедующие слова истины. У тебя там худеешь, вот честно. У меня нормально там все. Марк 6, глава, с 30 по 33 стих. И собрались апостолы к Иисусу, и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место, и отдохните немного. Ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Толкование. После своего проповедования апостолы собираются к Иисусу. Это должно быть для нас уроком, что и мы, быв избраны на какое-либо служение, не должны выходить из послушания избравшего нас и возноситься перед ним, но должны признать его главою, обращаться к нему и доносить ему обо всем, что сделали, мы и чему научили. Надо нам не только учить, но и делать. Христос дает ученикам своим отдохнуть. Это урок уже предстоятелям, чтобы они умели давать и отдых труждающимся в слове и учении. Они всегда держали бы их в напряжении трудах. Далее, Господь, не любя славы, удаляется в пустое место. Однако, и здесь не укрылся от искавших его. Напротив, народ столько внимательно наблюдал, как бы Господь не укрылся от него, что предварил, то есть опередил самих апостолов и пошел к тому месту, где Иисус намеревался отдохнуть. Так и ты предваряй Иисуса, не дожидайся, чтобы Он тебя подозвал, но лучше сам поспеши вперед, чтобы предупредить его. Комментарий этому месту Писания и толкованию, современные пастыри, не проповедующие Слово Божие, недостойны пропитания и отдыха. Первый калифинам 9.9 Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего, а в Аллах лепечется Бог. Первый Тимофей 5.18 Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего и трудящийся достоин награды своей. Слово молотить означает говорить, проповедовать, не просто заниматься требования, которые уводят людей от истины и дают видимость какой-то работы. 1 Тимофей 5.17 Достойно начальствующим пресвятерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, который трудится в слове и учении. Марка 6.30 Иисус выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. и сказали ему, разве нам пойти купить хлеба генариев на 200 и дать им есть. Но он спросил их, сколько у вас хлебов, пойдите, посмотрите. Они узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сели рядами по сто и по пятьдесяти. Толкование. Фарисеи, будучи хищными волками, не спасали народ, а поедали его. Посему народ, миновав их, собирается ко Христу, истинному пастырю. И Христос дает ему пищу, сначала более полезную и ценную в слове, а потом и телесную. Но посмотри на учеников, как они отличаются в человеколюбии. Жалея о народе, подходят ко Христу и начинают умолять его о нем. Господь же, искушая их и испытывая, познали ли они силу его, что он может напитать народ, говорит, дайте им вы. На это ученики видеопрека представляет ему, с одной стороны, великость своей скудости, с другой многочисленность народа, как будто он не знает этого. Комментарий Игнатия Лапкина «Слушание Слова Божия всегда должно быть на первом месте и прежде всего. Прежде Слово Божие только молитва, в которой человек просит, чтобы Бог отверст ему ум к разумению Писания. Нужно молиться во время слышания Слова Божия и после окончания чтения его и проповеди. Златоуст неоднократно подчеркивает, что когда придешь из храма, не спеши садиться за стол, ища телесную пищу, но сначала поделись с домашними тем, какое слово ты слышал в церкви. Накорми домашних божественной пищей. Как выполнить сегодня это, если в храме нет проповеди? Иные пастыри и говорят что-то, но слова их замораживают дух и усыпляют душу. В их словах нет божественного дня, пророческого гласа обличения, и слова их не меч отрезающая гниющая, но губка размазывающая гной, как говорит Златоуст. Марка 6 глава 41 по 44 стих. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех, и ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов, было же едших хлебы около пяти тысяч мужей. не считая жены детей. Толкование Господь взирает на небо во-первых для того, чтобы научить нас просить себе пищу у Бога, а не у дьявола, как делают люди, живущие неправедными прибытками, во-вторых, для того, чтобы показать народу, что Христос не противник Богу, напротив, сам призывает Бога, дает хлебы ученикам, дабы они не позабыли о чуде после того, как принимали хлебы собственными руками. И двенадцать коробов избытков остаются для того же, чтобы каждый из апостолов, понесший на своих плечах по коробу, содержал чудо всегда в памяти, а то, чтобы не только напитать такое множество народа, но еще оставить избытки, есть знак преизбычествующей силы во Христе. Моисей, хотя и давал манну, но только на нужду каждого, ибо в том, что оставалось лишнего, заводились черви. Илья, пропитывая известную жену, доставлял именно столько, сколько достаточно было для пропитания. Напротив, Иисус, как владыка, производит то, чего оказываться избыток. Марка, 6 глава, 45 по 52 стих. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, в Ипсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле и увидел их бедствующими в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Толкование. Ученики только по понуждению разлучаются с ним, а сами по себе они не хотели расставаться, частью по своей любви к нему, частью по недоумению о том, как он может прийти к ним без лодки. А он, отпустив народ, восходит на гору помолиться наедине, так как молитва требует уединения и невозмутимого состояния. Господь попускает ученикам быть обуреваемые на море, дабы они научились терпением. Для того же он не тотчас является к ним, но попускает быть в опасности от буря целую ночь, чтобы приучить их быть терпеливыми и ждать избавления не в самом начале опасности. Тем, что было смятение между учениками и противный ветер, чудо еще более возвышается. Что же до апостолов они, не познав Христа из чуда над хлебами, познали его из настоящего чуда на море? Посему можно думать, что Христос попустил им быть в опасности и для того, чтобы они, не познав его из чуда над хлебами, познали теперь из чуда над морем и отсюда извлекли для себя пользу. Марка 6-й глаз 53-го по 56-й стих «И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность тут и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя край одежды его, и которые прикасались к нему исцелялись. Толкование «В дома они еще не звали его, но сами приносили больных, умоляя о том, чтобы им прикоснуться хотя край одежды его, ибо чудо над кровоточивой женою дошло до сведения всех и произвело в них тем большую веру». Марка 7 глава с 1 по 5 стих «Собрали же к нему фарисеи и некоторые из книжников пришедшие из Иерусалима и увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками укоряли, ибо фарисеи и все иудеи держась предания старцев не едят не умыв тщательно рук и придя с торга не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, коклов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Толкование «Наученные держаться одной добродетели и кроме ее ничем иным не озабочившись ученики Господа без умысла и в простоте ели неумытыми руками. Между тем фарисеи, желая найти прилог к порицанию, ловят этот случай и обвиняют апостолов, хотя не как нарушители закона, но как нарушители предания старцев. Ибо в законе нет предписания умывать руки до локтей пред принятием пищи, но этого держались они как предания старцев. Марка 7-6-13 Он сказал нам в ответ «Хорошо пророчество во вас лицемерах Исайя, как написано «Люди си чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы оставив заповедь Божия и держитесь предания человеческого омовения кружек и чаш и делайте многое другое сему подобное и сказал им «Хорошо ли, что вы отметаете заповедь Божию отменяете, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал «Почитающий отца своего и мать свою и злословящий отца и мать или мать смертью да умрет». А вы говорите «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили и делаете многое сему подобное». Толкование Блаженна Фетилакта. Чтобы сильнее обличить иудеев, Господь приводит и пророка осуждающего их, они обвиняли учеников за то, что ученики приступали к преданию старцев, а Господь направляет против них самих гораздо сильнейшее обвинение именно, что они приступают закон Моисеев. Фарисеи, желая воспользоваться имуществом простых людей, учили детей, когда дети имели какую-либо собственность и родители требовали у них, говорит следующее «Я уже посвятил то Богу, и ты не требовал посвященного Богу». Обращая таким образом детей и убеждая их посвящать Богу из своего имения, фарисеи через это заставляли их пренебрегать родителями и посвященные Богу поглощали сами. «Этот о Господе ставит им вину, что они ради корысти приступают закон Божий». Марка 7,14,23 «И призвав весь народ говорил им «Слушайте меня все и разумейте ничто входящее в человека изне не может осквернить его, но что исходит из него то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать да слышит». И когда он от народа вошел в дом ученики его спросили его о притчи он сказал им «Неужели и вы так непонятливы неужели не разумеете что ничто изне исходящее в человека не может осквернить его, потому что не в сердце его входит а в чрево и выходит вон чем очищается всякая пища». Далее сказал «Исходящее из человека оскверняет человека ибо изнутрь из сердца человеческого исходят злые помыслы прелюбодеяния любодеяния убийства кражи лихоимства злоба коварства непотребства завистливое око богохульство гордость безумство все это зло изнутрь исходит ясквенять человека». Толкование блаженного филакта «Под лукам оком разумеет или зависть или распутство потому что и завистливый бросает на завидуемого обыкновенно лукавый и извительный взгляд и развратный засматриваясь своими очами стремиться к делу лукавого». Хулою называется оскорбление Бога. Если например кто станет говорить что нет промысла Божия то это будет хула почему Господь совокупляет с нею гордыню. Гордыня есть как бы пренебрежение Бога когда кто сделав доброе дело приписывает его не Богу а собственной силе под безумством разумеет обиду против ближних все эти страсти осквеняют душу и возникает и исходит из нее. Марка 7 глава 24 по 30 стих «Я отправившись оттуда пришел в пределы Тирские и Сидонские и войдя в дом не хотел чтобы кто узнал но не мог утаиться ибо услышала о нем женщина у которой дочь одержима была нечистым духом и придя припала к ногам его а женщина та была язычница родом серафиникиянка и просила его чтобы и знал беса из ее дочери но Иисус сказал ей дай прежде насытиться детям ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам она же сказала ему ответ так господи но и псы под столом едят крохи у детей и сказала ей за это слово пойди бес вышел из твоей дочери и придя в свой дом она нашла что бес вышел и дочь лежит на постели толкование господь не тотчас соглашается на ее просьбу но отсрочивает дар дабы показать что вера жены тверда и что она терпеливо ждет несмотря на отказ научимся и мы не оставлять тотчас молитвы когда не получаем немедленно просимого но терпеливо продолжает молитву до тех пор пока получим то чего просим господь называет язычников псами так как они почитались у иудеев нечистыми хлебом называет он благодеяние назначенное богом для детей то есть для евреев посему и говорит что язычникам не следует участвовать в благодеянии которое назначено для иудеев так как жена отвечала разумно и с верой то получила просимое иудеи говорит она имеет хлеб то есть всего тебя сшедшего с небес и твои благодеяния а я прошу крупиц то есть малой доли твоих благодеяний будучи грешниками мы именуемся псами полными нечистот почему и недостойны бываем принять хлеб божий то есть причаститься причистых тайн но ежели мы смирение сознаем что мы псы ежели исповедуемся и откроем грехи свои то есть целится дочь наша то есть бесовские дела марка 7 глава 31 по 37 стих и выйдя из пределов тирских и седонских иисус опять пошел к морю галилейскому через пределы десятиградия перевели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку иисус отведя его в сторону от народа вложил персты свои в уши ему и плюнув коснулся языка его и воздрев на него вздохнул и сказал ему ефафа то есть отверзись и то есть отверзся у него слух и разрешились узы его языка и стал говорить чисто и повелел им не сказывать никому но сколько он не запрещал им они еще больше разглашали и чрезвычайно дивились и говорили все хорошо делать и глухих делать слышащими и немых говорящими толкование всякое пленовение есть излишек соков но в господи все чудно и божественно воздрев на небо господь воздыхает с одной стороны молитвенно к отцу чтоб он помиловал человека и в пример нам чтобы мы намереваясь совершать какое-либо доброе дело взирали к богу и у него просили помощи для совершения онного а с другой стороны воздыхает из сожаления о человеческой природе как она до того предана дьяволу что терепят от него такое поругание и страдание посему-то когда исцелял господь исцеленные и проповедуют о нем несмотря на то что он запрещал им это и заповедовал не говорить ничего отсюда научимся и мы когда благодетельствуем другим не принимать от них похвал а когда получаем благодеяние прославлять благодетелей и разглашать об них хотя бы они и не желали не желали того все все благодетельствуем не желали